Александр, доброе утро! Привет! Я очень рада тебя видеть. И спасибо тебе огромное за то, что ты мне даёшь интервью. Тебе спасибо за то, что ты проявляешь активность и берёшь интервью. Я сейчас в самоизоляции, так что у меня тусуются на интервью такие замечательные люди. На прошлой неделе и твоя жена была. Но, Александр, перед тем, как мы начнём интервью, и тема нашего интервью сегодня – это тема «Счастье и успеха». Представься, пожалуйста, и расскажи немножко про себя. Я Александр Тарасов. Я психолог, я бизнес-тренер. С 2008 года я веду тему, связанную с переговорами, сложными переговорами, хитростями, тонкостями, ловками переговорного процесса, с продажами, потому что это всё коммуникация, построение отделов продаж и так далее. И в этом смысле всё, что я даю, имеет отношение к такой непосредственной практике, потому что в моей жизни были разные проекты, строительные компании, которые я организовывал, и питонный завод, тренинговые компании. И мне довелось, к счастью, вести большое количество переговоров, переговоров со сложными оппонентами, решение вопросов, начиная от простых продаж, заканчивая какими-то судебными разбирательствами, разбирательствами силовыми структурами и так далее. И эта тема, то, что мне так искренне, исконно интересно. С другой стороны, я психотерапевт, у меня высшее образование психологическое, и у меня есть направление по семейной психотерапии, по такому спасению пар, семей. И в моей жизни это было уже много раз, и это предмет такого, ну, большого счастья, да, то есть ты говоришь о счастье, об успехе, да, то есть для меня быть социально значимым, востребованным, полезным, соответствовать тем ценностям, которые у меня есть, и укоренять их в жизни, да, помогать, помогать другим людям, вот быть в контексте этих ценностей, это большое счастье. Скажи, пожалуйста, вот когда я тебе предложила записать с тобой интервью о счастье и об успехе, как тебе эта тема отзывается? Мне отзывается, и для меня это все равно предмет, ну, такого постоянного осмысления, да, то есть я все равно с этим живу. То есть я живу с попытками, попытками дать определение себе, да, в этом, что такое, что такое счастье, что такое успех и так далее, то есть вот это вот есть, естественно, да. А у тебя твой детей, с которыми я встречалась в Мещуре, когда я была на тренингах, и ты вел тренинг. И, например, если можно было бы выбирать для твоих дочек что-то одно, или счастье, или успех, то чего бы ты пожелал бы своим? Знаешь, во-первых, мне сложно разделить эти понятия, потому что для меня успех без счастья, он как-то, ну, как-то очень относительно. Ну, давай, может быть, тогда с определением, с каких-то. Давай, давай, давай. Для меня, что для меня успех? Успех – это способность хотеть ставить цели и их достигать, да, то есть иметь способность достигать цели. Наверное, это вот про успех, или даже, знаешь, как, это, наверное, не совсем про успех, это больше про результативность. Потому что вот эта внешняя проявленность, она очень важна. Счастье и успех, они не очень разделимы, это какая-то общая история, потому что счастье, ну, очевидно, это про эмоциональный фон. Если человек результативен, и при этом он большую часть жизни проживает в негативном эмоциональном фоне, в страхе, в тревогах, в агрессии, в депрессивном подавленном состоянии, там, в каком угодно, да, то сложно назвать это успехом. То есть вот все-таки результативность и успех – вещи разные, да. А успех, он как раз в себя и включает две компоненты. Это способность, ну, давай так, способность быть счастливым во мне, да, и счастливым внутри. Вот счастливым во мне – это имеется в виду, что я творец, творец своей жизни, и я могу создавать, я могу создавать в своей жизни то, что хочу. Я могу достигать тех целей, которые хочу. И при этом я творец внутри, да, то есть мне, я умею быть, я умею проживать большую часть жизни позитивными эмоциями, счастливыми эмоциями, добрыми эмоциями, какими-то ресурсными эмоциями, да. То есть вот эти вот вещи, они на самом деле для меня очень-очень слиты, потому что вся эта история про успешный успех, который сейчас существует, да, она очень условная, конечно. Скажи, пожалуйста, как менялось твое отношение к вопросам счастья и к вопросам успеха в течение всей твоей жизни и к важности части твоей жизни? Мне сложно как-то отследить прям такую вот серьезную эволюцию. В моей жизни были периоды, когда я остро чувствовал несчастье, и мне казалось, что выход из этого несчастья – это вот достижение каких-то целей, да. И, конечно, в молодости на этапе становления, например, в возрасте 20-30 лет, да, то есть вот в этом каком-то промежутке для меня вопрос счастья очень остро ассоциировался с вопросами моей самореализации. То есть все-таки счастье – это про способность удовлетворять какие-то свои эмоционально значимые потребности. Для мужчины там 20-30 лет вопрос поиска самореализации, самоидентификации, понимания, кто я такой, да, что я делаю, чего я хочу, к чему я стремлюсь. Вот это вот все – это важная потребность. И когда я начинал работать, я начинал работать, ну, там, моя такая, большой объем работы или большой жизненный период занимала темы, связанные с финансовой аналитикой. И поскольку это прямо, ну, совсем было не мое, то есть у меня не хватало внимания, не хватало усидчивости, кропотливости, я понимал, что я очень нерезультативен, вернее, я результативен, но те силы, которые я прикладываю для того, чтобы получить вполне себе посредственный результат, это очень-очень много. И это изнуряло, и это лишало жизненной энергии, да, и не хватало больше ни на что. И вот это было такое жуткое ощущение несчастья, вот, то есть неудовлетворение каких-то значимых потребностей. Счастье, ну, наверное, если мы, например, так очень, ну, как-то схоластически, может быть, скажем, ну, счастье – это возможность и способность удовлетворять значимые для себя потребности. Самореализация в любви, в привязанности, в диете, в здоровье, в спорте, в путешествии, еще в чем-то, да, то есть, ну, есть какие-то значимые потребности, их удовлетворяешь. Ну, опять же, в какой-нибудь иерархии ценностей, какими-нибудь пирамидам, там, да, НЛП или Маслоу. Скажи, пожалуйста, с чего бы ты сейчас хотел начать обсуждение вопросов счастья и успеха? У меня есть масса вопросов по счастью, есть масса вопросов по успеху. А я не знаю, из чего выбирать. Поэтому я, наверное, начну просто с того, что… с тех вопросов, которые ты начнешь задавать. Хорошо, хорошо. Ну, давай тогда по поводу успеха. Давай по поводу успеха. Как ты считаешь, какие привычки и какие навыки, какие, например, может быть, качества важны человеку для того, чтобы достигать успеха? Определение успеха тоже, да? Их на самом деле, ну, есть, я не думаю, что это большое количество, количество вещей, да, есть, во-первых, очень, очень значимая вещь, которая, кстати, не обладает большое количество людей, это умение желать, умение хотеть, вот такое вот лидерство для самого себя, да, то есть уметь зажигать себя своей целью, уметь гореть вот этой целью, да, и верить в то, что ты можешь ее достичь, то есть вот видеть, уметь видеть привлекательную для себя перспективу, это первое важное качество, потому что если ты не видишь этого, то тебе сложно… То есть если у тебя нет своей игры, то ты играешь в ту игру, которую тебе навязывают другие, и здесь очень важно все-таки иметь свою игру, да, иметь свою цель. Это одна история. Второй момент, к которому я подхожу и который я осознаю регулярно, это качество, связанное с высокой работоспособностью. Я искренне считаю, что только работоспособный человек, человек с высокой работоспособностью может достигать результата. Все остальное это, ну, это стечение обстоятельств. Человек оказался в нужное время, в нужном месте, или он смог обналичить какие-то свои ресурсы, знакомства или еще что-то, которые, в общем, сам не завоевывал, да, ну, если у меня там дядя, дядя там замгубернатора, условно говоря, да, или там губернатор, и я как-то обналичиваю эти связи, ну, тогда это не совсем, да, не совсем, в общем-то, ну, какие-то мои такие вот персональные достижения, хотя, в общем-то, и обналичить эти связи тоже нужно уметь, кстати говоря. Да, конечно. Да, поэтому умение, умение, ну, создавать цель, которая жжет, которая прям привлекательна, раз, да, потому что привлекательная цель является топливом для того, чтобы ты что-то делал. Первый момент – это результативность, высокая результативность, высокая работоспособность, это очень важные качества. Третий момент – это способность играть в длинную, то есть, ну, это, наверное, моя категория, которая мне важна, у других, может быть, такой проблем нет, но если у человека неустойчивая психика, он сталкивается с какой-то проблемой, с какой-то сложностью, и у него опускаются руки, и он не идет в эту сторону. Я могу сказать так, что все-таки результативность, она про работоспособность, про настойчивость, про целеустремленность, нежели чем про талант, нежели чем про что-то. И этому много подтверждений, можно себя превозносить, говорят, у него же такой замечательный, посмотри, кто на ютубе, кто вещает, и ты смотришь, что там за детский лепет, а потом ты смотришь, и этот человек миллион подписчиков. То есть, он может быть не умнее тебя, но он успешнее в силу того, что он более работоспособный, он целеустремленный, и он умеет, то есть, он достаточно стрессоустойчив для того, чтобы идти дальше, несмотря ни на что. Вот в этом смысле тонкокожность, она, конечно, мешает успешно. Она, с одной стороны, дает возможность утонченно чувствовать этот мир, понимать себя, понимать других людей, тем не менее, с точки зрения тонкокожности, конечно, достижению результата она будет верить. Вот, это вот какие-то такие базовые вещи. Есть, есть, ну, это, это то, что мы говорим про качества, про привычки, наверное, про методики у тебя дальше какие-то вопросы. Буду, буду. Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя какая-то такая формула успеха, которую ты могу поделиться, или можешь обозначить какие-нибудь законы успешной жизни? Ну, это будет отчасти перекликация. Есть, вот еще раз, наверное, здесь я повторюсь, форма успеха в том, чтобы видеть цель, желать ее в том, чтобы сознательно этому посвящать. Не обязательно гигантское количество, да, но определенное количество времени, но регулярно. То есть, у меня была история, когда я задекларировал, что научусь онлайн зарабатывать, ну, условно говоря, 200 тысяч рублей. Причем я очень, ну, в то время я очень был не онлайн-человек. То есть, я такой оффлайновый тренер, позажигать, харизма, там, переговорные поединки, да, чтобы был драйв, вот это, чтобы народ, чтобы народ ценность получал и от удовольствия верещал. Вот это вот, ну, вот это прикольно, я это чувствую, я это понимаю. В формате онлайн я не понимал, как это делать. И был период, когда я на большой аудитории задекларировал то, что до конца года, это был февраль месяц, я сказал, что до конца года я научусь зарабатывать 200 тысяч онлайн. И я задекларировал, и я сказал, что если я этого не сделаю, то вот есть там 30 человек, я их всех приглашу в ресторан, мы будем праздновать то, что я... Для человека, для которого, ну, с таким, с элементами, элементами самопрезентации, да, самопиара, истероидности и так далее, это, конечно, ужас ужасный, да, который только может случиться. Вот, и я помню, что в какой-то период времени, там, в марте, в апреле месяц, ко мне начала подкатывать депрессия. Причем мозг начинает твою оправдывать, ну, он начинает тебя предавать, он начинает выдумывать истории не как достичь результата, он начинает выдумывать истории как отмазаться, как соскочить потерь из этого и так далее. То есть мозг, твой враг, да, он начинает в этот момент начинает тебя предавать, он начинает искать более легкие решения, ну, так природа устроена, да, то есть наш мозг, он хитрое существо, он должен искать более легкие решения для выживания. И, конечно, решение соскочить, замылить эту тему, оно, наверное, более легкое, чем достичь какого-то результата. Поэтому здесь я столкнулся с интересным феноменом достойной передачи. И для меня это был такой очень-очень серьезный мотив для того, чтобы все-таки дожать до конца. Ну, во-первых, мне это действительно было важно и интересно, а с другой стороны, я боялся не выполнить эту задачу. И вот этот элемент декларирования, по сути, одна из методик достижения цели. Она очень стрессовая, она может бить по телу, что называется, в косоматике еще почему-то, но она работает. Вот, поэтому какие-то такие вещи, ну, делать, делать полезно. Единственное, что у декларации там есть принципы, да, то есть цель должна быть ХСР, она должна быть хорошо сформулированный результат, с одной стороны, с другой стороны, она должна зажигать, с третьей стороны, она должна, то есть должна быть назначена цена не выполнения, не достижения цели, и эта цена должна быть для тебя реально очень значимой. Ну, то есть это не просто там что-то такое, да. Вот. Ну, и вот это работает. В итоге вопрос такой, пришлось ли тебе приглашать 30 человек в ресторан, или обошлось все без этого? Это было очень интересно, казалось, ну, то есть в июне-июле я нашел идею, которая меня зажгла, и саму технически, саму цель мы реализовали буквально за полтора-два месяца. Ну, то есть для этого не потребовался год. Год потребовался, то есть пару месяцев тройка потребовалась на какую-то раскачку, вот. Вот. И когда была найдена идея, это было уже очень быстро, потому что, ну, тогда я помню, что я работал там по 14 часов в сутки. Но здесь интересная, очень важная история, вот какая. В марте, в марте или там в апреле месяце, когда вот я почувствовал депрессивную такую составляющую вот этого процесса, потому что меня это реально угнетало, и я чувствовал, что я не приближаюсь к обозначенной цели. Я тогда себе ввел очень интересное правило, которое мне помогло, если мы говорим про методики. Да, 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 расскажи, пожалуйста, было бы интересно. Вот, и это правило звучало так, но, видите, ну ладно, сейчас я расскажу там по поводу цели чуть позже. Правило звучало так, если ты не знаешь, что делать, если ты не знаешь, как приблизиться к этой цели, хотя бы просто заставь себя 2 часа в день гарантированно тратить просто на эту сферу. Ну, то есть быть рядом с этим, смотреть видео на эту тему, смотреть, как это у людей, там, ну, неважно, ну, то есть, но ты сознательно начинаешь выделять кусок своей жизни для того, чтобы просто вот быть в этом процессе, чтобы проникаться этим. Потому что мы часто не можем принять решение по одной простой причине, у нас не хватает информации, то есть мы не знаем, как это сделать, потому что есть, по сути, 3 категории цели, да, и, ну, это условное разделение. Но оно хорошо объясняет, почему, какие цели можно достичь, какие нельзя и так далее. Есть цель, ну, такая реалистичная, есть амбициозная цель, а есть цель нереалистичная. Чем они отличаются между собой? В амбициозной цели ты знаешь, что делать и как делать. Ой, прошу прощения, в реалистичной цели ты знаешь, что делать и как делать. И, в общем, ну, вероятность того, что это случится, очень высока. То есть, если ты знаешь, что делать, как делать, для тебя это не является проблемой, ты это достигаешь, ты, возможно, это уже достигал, а просто повторить что-то, это, ну, становится, как бы, ну, достаточно рутинным занятием. Амбициозная цель. Ты знаешь, что делать, но не совсем понимаешь, как это делать. То есть, и здесь вероятность достижения, она начинает снижаться, потому что освоишь ты эти методы, не освоишь, освоишь ты это инструментарий. Найдешь ты правильную дорожку, да, или не найдешь, это уже, ну, большой вопрос. И нереалистичная цель, ты не знаешь ни что делать для достижения этой цели, ни как это делать. И тогда, и тогда ты перед вопросом, то есть, между тобой и между достижением этого результата какая-то пропасть. Ну, то есть, ты говоришь, что, без понятия вообще, что я здесь могу сделать. Это становится, становится непонятным, неясным. И на этом этапе часто люди, люди отваливаются. Но здесь есть хитрый фокус. Дело в том, что, как правило, только нереалистичная цель может человек вывести к большому результату. Только нереалистичная цель по-настоящему зажигает. Почему? Потому что реалистичная цель, даже амбициозная цель, это та история, которая, в принципе, может с тобой произойти, ну, сама по себе в жизни. Это не является сказкой из тысячи и ночи. И это не рождает у нас тот детский моторчик такого невероятного возбуждения, да, невероятный такого ажиотажа, что это возможно в моей жизни. А как, это же волшебство? Нет, это же волшебство, да. То есть, если ты не чувствуешь, что это волшебство, то тогда это по-настоящему не жжет тебя. И здесь, наверное, какие-то есть отправки к нашему детству, да, потому что именно ребенок является каким-то невероятным электромоторчиком, да, который может бесконечно исследовать этот мир, восхищаясь, удивляясь и прочее. Если тебя это не восхищает, не удивляет, этот моторчик тебе просто не работает. Поэтому нужно, чтобы цель восхищала, удивляла и так далее. Поэтому это то, что про нереалистичные цели, невероятные цели. Но опять же, знаешь как, мы здесь рассуждаем, консультанты по счастью, да, или по реализации, или по успеху, естественно, что есть положение. Колоссальное количество людей намного более реализованных. Я не знаю, там, есть ли колоссальное количество людей намного более счастливых, но вот реализованных, конечно, есть. Или там успешных, или там результативных, скажем так. А скажи, насколько реализованным ты считаешь себя, насколько успешным? Смотри, в разные периоды жизни эта история меняется, да, то есть в какие-то моменты я себе четко мог сказать, что я реально успешен, я реализован, я это чувствовал, я это осознавал, и я чувствовал, что я, я действительно люблю выражение, я чувствовал, что я ем жизнь полной ложкой, да, то есть вот это ощущение, оно у меня было. Сейчас, ну, там, в силу известных обстоятельств и прочего, у меня такого ощущения нет, вот, это то, что касается результативности. Свою результативность сейчас, в последние, там, крайние два года я бы оценил, наверное, на четверку с минусом, почему так происходит. Дожди, на четверку с минусом, Саш, на четверку с минусом из пяти или из нести? Да, да, на четверку с минусом из пяти, почему так, потому что для меня успех сейчас, результативность точнее, да, очень сильно лежит в онлайн сфере, она, зараза, не поддается, ну, или она, там, для меня тяжела, может быть, как для человека, ну, я здесь не хочу говорить о том, что возрастное, не возрастное все оправдание, да, но, ну, просто для меня жизнь вовне, она вкусна, да, а в онлайне, она, да, я себя чувствую, как в тесном пиджаке. Это мое внутреннее ощущение, я не хочу сказать, что я здесь, ну, здесь, может быть, какой-то есть элемент оправдывания, да, то есть я выбираю жаловаться, а не осваивать это, просто в действительности есть люди, которые с большим интересом, с большим энтузиазмом это изучают, да, кому здесь комфортно, интересно, ну, у кого глаза горят, вот. Я, может быть, я, может быть, не добираю до этого образа. Вот, поэтому большая часть моей реализованности, она сейчас в том числе находится в этой сфере, мне нужно научиться взаимодействовать, ладить с ней, нужно научиться с этой сферой дружить, и мне, ну, мне это непросто дается, вот, поэтому я себе, там, ставлю четверку с минусом, можем даже тройку иногда, вот, но были периоды в жизни, когда я чувствовал, что у меня такая пять с минусом, да, или, там, устойчивая четверка с плюсом, или, ну, где-то ближе к пятерке, и было очень комфортно, вот, то есть в какие-то периоды жизни, да. Здесь нужно понимать, понимать такую вещь, что все-таки и результативность, и успех, это не что-то раз и навсегда данное, потому что ты можешь достигать, но на Олимпе или на горе, когда ты стоишь наверху, на вершине, да, но нужно много сил, чтобы удержаться. Ноги-то разъезжаются по пирамиде, да, вот, то есть сложно, сложно себя, сложно себя, как-то удержать в этом состоянии, потому что, когда ты забираешься на Олимп, ты всегда чуть-чуть расслабляешься, ты всегда чуть-чуть начинаешь где-то звездить, да, а мир, он, ну, не, не, и ты останавливаешься, а мир, он этого не прощает, потому что энтузиасты, целеустремленные люди, чудаки, они этот мир крутят ногами, этот мир достаточно быстро крутится, и если ты где-то остановился, то этот мир открутился уже вперед, да, и ты только успел почувствовать, что ты, вот, я на вершине, там, я еще что-то, а мир тоже открутился, и ты уже не впереди, и ты уже вынужден догонять и глотать пыль за ребятами, которые вчера тебе в подметки не годились, да, и в моей жизни такое тоже есть, и было, и я это вижу, да, я вижу ребят, которые я откровенно, там, смотрю, оцениваю по результатам, по способностям, по принципам, и я говорю, ну, нет, этот мне не конкурент, там, этот мне слабоват, для меня слабоват, потом ты увлекаешься чем-то, попускаешь момент, ты видишь, что он убежал, там, на два уровня, выше тебя сейчас, и такое тоже происходит, и это тоже нужно уметь принимать, это тоже нормально. Тогда получается, что для того, чтобы быть успешным, нужно крутиться, как белка в колесе, никогда не останавливаешься? Я думаю, что успех не терпит, не терпит расслабленности, не терпит тленности, не терпит недисциплинированности, это, кстати, еще одно из качеств, которые важны, но здесь просто дисциплина, она все-таки, она идет рядом с результативностью, работоспособностью, потому что ты без дисциплины сложно быть работоспособным просто, вот, хотя, наверное, я не могу себя назвать самым дисциплинированным человеком, но потуги и стремления к этому, они есть. А насколько данная ситуация с коронавирусом, самоизоляцией повлияла на твое ощущение своей успешности? Вот я могу сказать так, наверное, она повлияла существенно меньше, чем кризис 14-го и 8-го годов, то есть и 98-го, кстати, тогда я помню, и 92-й год, я помню, хотя был ребенком, да, но ощущение общего стресса и вот раздавленности, да, вот это вот ощущение, что ты маленький, никчемный, ненужный, и что-то песчинка вот в этом, не знаю, в этой пустыне, да, или в этом океане, который тебя может смыть. Вот тогда это было. Сейчас я к этому отнесся, ну, как-то философски, ну, во-первых, так или иначе, какие-то заделы по онлайн, еще что-то они есть, они работают, и это позволило просто очень результативно, очень четко переключиться на другую сферу, ну, для меня лично, да. Конечно, общий уровень достатка и доход упал, потому что, ну, там, мое соотношение по достатку, оно там, ну, не знаю, 80 на 20, 80 оффлайн, вот, и, ну, и получается, что вот этот кусок, он сейчас отрезан, да, я не могу сказать, что мы там как-то ответствуем или еще что-то, да, то есть, ну, у нас есть возможность нормально жить, но, конечно, я жду, что этот период закончится, потому что жизнь, жизнь и в онлайн, и оффлайн, реальная жизнь, это намного больше ощущения вкуса жизни, чем просто сидеть перед компьютером, да, и, да, пускай даже и в зуме, или еще где-то проводить переговорные там поединки, да, устраивать переговорные практикумы, там, проводить мастер-классы и прочее. Вот, это хорошо, но реальность, она, она все-таки вкуснее, наверное. Саша, а какие твои качества, какие твои привычки, какие твои навыки помогают тебе достигать успеха? Наверное, сплав каких-то вещей, но, во-первых, во-первых, ну, еще раз повторяю, что у меня есть цель и желание из перспективы видения, и я понимаю, что мне нравится, и я к этому иду, и на этом пути, на этом пути я приобретаю экспертность. Мне думается, что прежде всего я продаю свои услуги за счет, за счет того, что, ну, они оказываются ценность, но клиент может об этом не знать, да, то есть он может верить или не верить. Вопрос, верю или не верю, он в двух вещах. Он прежде всего в экспертности, которую ты можешь дать по этому вопросу. И второй момент, в уверенности, которая у тебя есть. Если у тебя есть уверенность, то тебе хочется верить. Мы хотим отдать или вручить хотя бы кусочек своей судьбы какому-то человеку, который является экспертом, которому мы доверяем, который точно не оступится, да, который точно добьется результата. И вот у меня такое качество есть. То есть за счет экспертности, за счет определенной экспрессии мне удается продавать. Я думаю, что вот это вот одно качество. Второй момент по поводу успеха. Ну, вот здесь сейчас мы же все обо всем говорим, да, потому что успех в бизнесе – это во многом продажи. То есть вот то, что я сейчас сказал, да, это про продажи какие-то. Вот. В чем успех, например, в тренингах, да? Почему, например, люди ко мне… То есть для меня успех в том, что люди ко мне, если пришли на тренинг, они, то есть на один, да, они приходят и на второй, и на третий, и на четвертый, до конца выбирая полностью ту линейку тренингов, которая у меня есть. Для меня это успех. Почему здесь возникает успех? Вот здесь есть много причин, да, то есть если вы говорите обо мне как о тренере, это то, что у меня получается научить людей. То есть и с моих тренингов хорошо берутся навыки, хорошо берутся ценные навыки, и они фиксируются, и я знаю, как сделать так, чтобы человек вышел после тренинга, не просто знал там, ну, да, да, теперь я это знаю, да, а он вышел, начал делать. Конечно, не на уровне бессознательной компетенции, да, но на уровне осознанной компетенции это проявляется. Это одна история. Второй момент, я искренне считаю, что тренинг должен, ну, нести в себе элементы шоу. Да, ты это здорово делаешь. Спасибо, да. Чтобы это был драйв, чтобы это был ржач, чтобы это было прикольно, и на фоне этого это все пролетает, ну, просто незаметно. И люди, которые оборачиваются, говорят, офигеть, мы с вами два дня, ощущение, как будто мы, не знаю, два часа с вами общаемся. Вот. И вот это вот, вот это вот очень важная история. Третий момент, то, что является моей, наверное, вот такой развитой компетенцией, развившейся компетенцией, это умение чувствовать людей. Для мужчины это не очень характерно, это больше категория такая вот эмпатичность, да, категория женская. И я это умею, но это из психотерапии больше. И это какой-то очень такой редкий микс, когда ты, с одной стороны, можешь дать структуру, жесткость, уверенность, четкость, ну, такую вот мужскую составляющую, да. С другой стороны, ты можешь дать очень много эмоций позитивных, да, которые создают невероятную вот эту вот обстановку, атмосферу. И третий момент, что ты можешь почувствовать другого человека, не пережать, подхватить, где-то уйти просто с навыкового уровня на уровень внутренних страхов, страхов, тревог, на уровень внутренних барьеров, на уровень внутренней боли. И когда люди это видят, вот эту вот гамму инструментариус, переключение, да, в разных слоях внутри одного тренинга, когда это может быть что-то отпадное там на разрыв шаблона и одновременно практически сразу же уход погружения на очень большую глубину, да, вот эту скорость вот этого погружения, вот это вот создает, конечно, ну, такое очень, ну, невероятное ощущение. Я сам примерно в похожих мероприятиях участвовал, и я к этому осознанно шел, да, чтобы уметь это делать внутри тренингового процесса. Вот, поэтому сам по себе тренинг в моем случае, он всегда очень-очень психотерапевтичен. Это означает, что человек туда пришел за навыком, а вышел с навыком и с такой, ну, с наполненной душой. Хотел использовать слово подлеченный, да, вспомнил, что слово подлечить у нас имеет негативный, негативный такой контекст в сфере психотерапии. Вот, ну да, с подлеченной душой, может быть, чуть-чуть. Заряженный, да, 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 я знаю, потому что сама же принимала участие в твоих программах, и плюс еще я знаю тех людей, которые у тебя принимали участие в одном твоем тренинге влиять и побеждать, а потом ехали и на следующий год на тот же самый тренинг. Да, есть люди, которые один и тот же тренинг проходят, да, по нескольку раз, и это, наверное, моя беда, это вопрос того, что ассортимент, может быть, не такой широкий, как нужно было бы, или же я не успеваю делать, наверное, тот объем ассортимента, который требуется моими клиентами рынка, но, к сожалению, это так. Даша, а что ты считаешь своим самым главным жизненным успехом? Или несколько жизненных успехов? Мы бы назвать так. Можно и в бизнесе, и в любых секциях. Да, да, я понял. Но, во-первых, во-первых, ну, такие два самых важных, да, то есть это сейчас будет, может быть, чуть-чуть размыто, но тем не менее. Первый мой успех – то, что я занимаюсь тем, что я люблю, и я умею этим зарабатывать деньги. В какие-то периоды жизни у меня получалось этим зарабатывать больше, какие-то меньше, и тем не менее для меня это было вот как догма, как какая-то очень важная цель, как какая-то гиперценность заниматься тем, что я люблю, потому что если я делаю то, что я не люблю, я не чувствую себя результативным, я не чувствую себя счастливым. Ну, я не умею. Есть люди, которые это умеют делать, и я им крайне завидую, да, потому что здесь вот важный момент, что для того, чтобы много зарабатывать, не обязательно заниматься любимым делом. Это иллюзия, это фейк, я об этом могу тоже пару слов сказать. А второй момент, и наоборот, да, то есть занимаясь любимым делом, ты не факт, что ты хочешь заработать сутки денег. Это тоже одно не привязано к другому, это нужно чуть-чуть понимать. И второй момент, и второй момент, моим достижением является моя семья. Это та история, что мы смогли создать отношения на абсолютно качественном, другом уровне, нежели чем они у нас были. И причем мы прошли через, ну, как и большое количество семей, да, через ссоры, конфликты, и там, и у нас был период, когда нам было непросто, очень непросто, и мы были там пару раз на грани развода. Я не стесняюсь об этом говорить, это нормальная история, я думаю, что многие через это проходили. У нас по статистике, там, в России 56% разводов. Вот, и, но суть даже не в том, что развод или не развод, а суть в том, что мы научились быть счастливыми внутри семьи, да, то есть мы научились быть счастливыми рядом, и у нас, у нас это, у нас много из этого получается. Тоже не все, естественно, но много из этого получается. И это осознанное движение в эту сторону, это, это очень большой объем работы, который был совершен, это большой объем усилий, который был вложен в это, и он дал результат. И для меня это, для меня это, конечно, успех-успех, да, то есть вот такое вот. Вот, но это то, что касается глобальных, колоссальных каких-то вещей. Есть, есть мелкие вещи, которые не так значимые, тем не менее, они очень приятны. В моей жизни, в моей жизни были запуски проектов, которые мы создавали и делали, и я один делал, и с партнерами мы делали, да, и это локальные успехи какие-то. Ну, я не знаю, из локальных успехов какие-то, ну, у меня была строительная компания в 2011-2012 или 2012-2013, я сейчас точно не помню, строительная компания, заборостроительная. Мы построили самое большое количество заборов в Межгородской области из всех компаний Нижнего Новгорода, которые есть, да. И для меня это тоже какой-то такой метрический показатель успеха, да, то есть оцифрованный какой-то показатель успеха. Вот, то есть есть, есть истории, например, которые делают меня счастливым, и это моменты в моей памяти, которые меня до сих пор подпитывают, это то, что, ну, я полгода жил в Соединенных Штатах Америки, да, в свое время работал, язык учил, путешествовал и так далее. И для меня это тоже как раз та сказка «Тысяча и одна ночь», да, и оттуда до сих пор идет мне очень много энергии, я чувствую, что это часть меня, что это вещь, которая меня определяет до сих пор, и это тоже какое-то очень такое мое серьезное достижение, потому что мне там пришлось пройти все, начиная от того, что, ну, я вначале, не имея ничего, жил, ночевал на лавочках, в семинах, в огородах, в школьных дворах, и до смешного, вот, там, спросишь, да, там, ну, и как тебе было? Я, Аня, реально боялся завширить. Ты, знаешь, будешь смеяться, да? Я тоже боялась, я тоже боялась, я довольно долго жила в Штатах, и моя дочь ходила в школу целый год, и вдруг через несколько недель преподаватель сказал, что в классе несколько человек с завшами, и я вообще просто в России с таким встречалась. Ну, если сейчас чуть-чуть о другом, я просто говорю о том, что вот я был бездомный, хомлис, да, и я боялся, что меня депортируют, я боялся, что я завшивею, я боялся там еще, то есть я боялся сказать об этом родителям, ну, то есть потому что они здесь, мне отсюда помочь ничем не могут, и как-то их стрессовать, да, и говорить о том, что у меня здесь все плохо, маму, папа, заберите меня или еще что-то, да, ну, это вообще не вариант. И вот эта вот жизнь, она была там в течение, может быть, двух недель у меня, да, все, потом как-то мы справились, нам очень повезло, нам помогли и так далее, и в итоге я приехал из Соединенных Штатов, я заработал денег больше, чем все, но кто-либо, кого я знал, кто ездил там по аналогичным программам, студенческим и прочим, ну, то есть как-то судьба меня вознаградила. Является это успехом? Да. У меня там остались друзья, которых я безумно люблю. Является это успехом? Да, является. Вот, то есть, ну, вот даже, ну, это может быть не глобальной историей в моей жизни, имеется в виду, это не про самореализованность, не про семью, да, потому что все-таки такие столпы, это фундамент, вот, но это про какие-то локальные, очень важные вещи, да, которые, на которые я в своем определении успешности могу опирать, в том числе, то есть это в моей жизни было, у кого-то этого не было. Вот, ну, и так далее, то есть, и есть, ну, есть, ну, много таких моментов, да. Есть момент, когда мы с отцом, мне было, ну, я сейчас точно не помню, может быть, 8 лет, и мы готовились к велогонке, меня заставлял на маленьком велосипеде, в таком-то еще, с таким толстым колесами, небольшие, да, то есть подростковые, меньше, чем школьник, заставлял меня наматывать круги вокруг дома, и мы с ним готовились к соревнованиям, и это тот момент, когда, я помню эту историю, когда общий стар, и я понимаю, что я вырвался на 100 или 150 метров, на очень коротком отрезке, да, то есть это детские соревнования, я вырвался на очень коротком отрезке, и мой отец идет, и он вдруг оборачивается, и видит, что я с гигантским просто отрывом еду от этой толпы, да, которая за мной, там, человек 100, наверное, едет на очень большом удалении, вот, и его удивленное, восхищенное лицо и так далее, то это для меня тоже успех, ну, то есть это просто успех в разные периоды жизни, да, потому что тогда для меня на тот момент это было, наверное, не менее важно, да, чем для меня сейчас там реализовать какой-то бизнес-проект, да, получить там деньги или еще что-то, тогда это было очень важно, вот, поэтому в моей жизни есть вот эти вот, вот эти вот эпизоды, успеха, эпизоды яркого счастья, яркого переживания счастья, да, так вот есть. Аш, а можешь привести пример какие-нибудь моменты или периоды неуспеха, периоды неудачи? Ты знаешь, мне очень нравится фраза, она звучит так, в каждом, в каждой неудаче есть равновеликая доля успеха, да, 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 и я в свое время очень много осмыслял эту фразу, или за счет этой фразы я очень многое сумел пережить, да, да, в моей, в моей жизни, в моей жизни были эпизоды неуспеха, да, но они потом оборачивались, оборачивались, как бы жизнь вознаграждает за это, да, то есть ты не опускаешь руки, не сдаешься, жизнь за это вознаграждает. Здесь нужно сказать о том, что вообще, опять же, определение неуспеха, оно очень субъективное, да, то есть это твой внутренний эмоциональный фон, который ты проживаешь, да, и ты, как правило, с неуспехом ассоциируешь именно этот внутренний эмоциональный фон. В моей жизни был период, когда я работал, например, жил в Санкт-Петербурге и платил там за квартиру 12 тысяч, у меня была жена на руках с только что родившимся ребенком, и несколько месяцев я зарабатывал 7 тысяч, ну, то есть это было давно, это был 2006 год, 2007, может быть, сейчас точно прям не скажу, вот, и я не понимал, как мне из этого состояния, как мне из бедности вырваться, как мне, что мне сделать, чтобы вырваться из этого состояния, вот, и я тогда себя считал очень неуспешным, и мне было реально очень тяжело, и я для себя это время классифицирую как черная ночь души, то есть я говорил, что, и я себя, я, конечно же, искал какие-то скрепы, да, внутренние, чтобы суметь это преодолеть, я себе говорил о том, что самый темный час он перед рассветом, и, возможно, это именно тот час, который ты сейчас проживаешь, вот, и да, и да, это так и было, ну, то есть, и был потом рассвет, и было утро, и все менялось, но это меняется, это меняется, конечно, благодаря тому, что ты смог преодолеть, не, у тебя не опустились руки, ты смог подняться, ты шел дальше, и ты просто выдерживал это, ну, потому что нужно иметь силу иногда просто выдерживать неприятные дают в своей жизни, просто, ну, на волевых это преодолевать. Круто. Саш, а скажи, пожалуйста, какие у тебя цели на ближайший год? У меня есть, ну, я сейчас не буду в деталях, хорошо, то есть, не в деталях, конечно, конечно, в деталях, да, у меня есть, у меня есть цель по, по запуску онлайн-школы, онлайн-школы «Матерый переговорщик», это та компетенция, которая, но, я думаю, вот, мне бы хотелось сказать, что у меня этого больше, чем у всех, но, тем не менее, я скажу так, но здесь я точно буду входить, там, в тройку, в пятерку самых лучших экспертов, в России по этой теме, потому что, ну, я не вижу пока сейчас ни у кого даже на таком уровне, там, тот объем компетенции, да, я хочу сделать полугодовую, полугодовую школу «Матерый переговорщик», она будет, похоже на такую среднесрочную дистанцию, и там, и там будет, там будет абсолютно потрясающий формат, там будет все, что имеет отношение к уверенности, убеждению, влиянию, умению отстаивать свою позицию, умение работать с манипуляцией, с агрессией, умение разрешать конфликт, умением вести переговоры с внешним и внутренним террористом, да, потому что мы именно так можем воспринимать и агрессоров во мне и внутри себя, умение разобраться со своими внутренними проблемами, умение быть убедительным, достигать цели внутри переговорного процесса, максимально, получая максимальный результат. это все можно сделать, и я хочу сделать такую дистанцию, там 6 месяцев, чтобы люди просто как на тренинг пришли, потренировались, все, а чтобы была очень мощная поддержка, то есть есть момент, связанный с уроками, есть момент, связанный с наставнической поддержкой, есть момент, связанный с домашними заданиями, домашних заданий, есть момент, связанный с переговорными поединками, ну там в том же Zoom, Есть момент, связанный с общим групповым чатом в Телеграме или где-то в WhatsApp для фехтовки, где можно очень быстро тренировать какой-то навык. И моя основная задача сделать так, чтобы после этой программы как раз появлялись те самые матерые переговорщики. Потому что кто такой матерый переговорщик? То есть я смотрю, есть люди, которые гениально ведут переговоры, абсолютно феерично. Они есть и в пространстве YouTube, и они есть в реальной жизни. Мне повезло, общаясь с моими клиентами, я наблюдаю за людьми успешными, миллионерами, реализованными людьми. И я вижу, как они ведут переговоры, и часто это вызывает реальное восхищение. Они филигранны, как ювелиры, или они точны, как хирурги. Они сдержанные и умеют владеть ситуацией. И это потрясающая история. Когда ты начинаешь спрашивать, ну или разбираться, а как так вообще, за счет чего ты это делаешь, ты понимаешь, что в 90-х годах он на свой страх и риск запускал бизнес, ездил на какие-то стрелки с братками. В 2000-х годах справлялся с кризисами, договаривался с персоналом, что какое-то время нужно работать бесплатно, увольнял людей, потом боролся с какими-нибудь рейдерами, с рейдерскими захватами, потом преодолевал более глобальные кризисы, брал деньги на свой страх и риск. Терял все и умел из этого выкарабкаться. Вел переговоры в страшных для себя ситуациях, боролся иногда на 2-3 фронта. А потом ведь еще нужно приходить домой, а там семья, а там дети, а там жена, а там нужно переключаться, а там нужно им тоже давать что-то, поддержку и так далее. И вот эта вот невероятная стрессоустойчивость, способность бороться на 2-3 фронта, ты понимаешь, что это путь длиной в 20-30 сколько-то лет. И у них это на уровне неосознанной компетенции. Если у людей есть 20-30-40 лет, что потратить на то, чтобы получить эти навыки? Ну окей, я хочу сказать, что это можно получить за полгода, за год. То есть себя реально очень-очень круто раскачать до такого уровня, до уровня успешных людей, переговорных навыков. Это можно делать. И вот здесь вот как раз разница. Мы все хотим компетенцию на неосознанном уровне. Но разница между неосознанной компетенцией и осознанной тем, что вот это нарабатывается 30 лет, а вот это можно наработать осознанно за вполне себе какой-то понятный срок. И вот эта вот школа матерого переговорщика это то, что является моей целью. И в этом смысле я вкусил счастье и радость онлайна, потому что все-таки физически проходить или физически учиться полгода, год плотно, а мы учимся, касаемся этой темы каждый день. Да, там два раза, три раза в неделю уроки. Да, один раз в неделю переговорные поединки, практику. Но общение в общей группе, выполнение заданий, дискуссия, помощь, разбор кейсов, это ежедневная работа, и это формирует твое сознание, это формирует твой мозг, это формирует твой профессионализм. Это тот рассол, в который ты попадаешь, и ты выходишь с другим человеком, ты успешен настолько, насколько в социальной среде, насколько круто ты умеешь вести переговоры. И вот это, наверное, такая бизнесовая цель. Есть цели по месту жительства и так далее, они тоже, я не уверен, что в этом году, но в ближайшие пару лет хотелось бы это тоже реализовать. Но здесь без деталей. Да, да, да. Саш, ну вообще круто то, что ты рассказал про этого матерного переговорчика. Я у тебя хочу по этому поводу особое интервью взять, у меня масса вопросов, так что это запишем. Ты обозначил цели на год, а какие у тебя есть цели на 10 лет? На 10 лет? Ты знаешь, они есть, я не готов сейчас говорить о расширенном каком-то формате. Они до конца не согласованы у нас внутри семьи, да, то есть прежде чем это выносить в какой-то общий формат, хотелось бы иметь какое-то единое мнение, представление. с близкими людьми. Я до конца, кстати, не уверен, что это получится достичь, но тем не менее, все-таки это первый шаг, и потом это как-то выносить вовне. Хорошо, спасибо. И сейчас в завершение части интервью об успехе, какие 5 топ-рекомендаций ты бы дала нашим слушателям, нашим зрителям, как достигать успехов? Ищите то, что вы любите, ищите для себя привлекательную цель, уделяйте, тратьте на нее время, будьте инвесторами, а не спекулянтами, не прожигайте жизнь, то есть вкладывайтесь, в чем разница, да, инвестор и спекулянт? Спекулянт это сейчас хорошо, завтра плохо, ну это алкоголик типичный, да, сейчас пью хорошо, а завтра похмелье, и болезни какие-нибудь. Инвестор это сейчас плохо, ну там с утра встал, не хочется тебе на зарядку, ты бежишь, ты подтягиваешься, ты еще что-то, да, сейчас тяжело, а завтра хорошо, потому что тебе тело ответит благодарностью на твои поступки. Вот, то есть не будьте спекулянтами, будьте инвесторами, инвестируйте в свою жизнь и учите получать удовольствие от правильного процесса, а не только от каких-то вкусняшек, которыми можно пользоваться в этой жизни. Вот, уделяйте время сознательно, в часах тому, что хотите достичь, будьте результативными, учитесь как можно больше, потому что это самое-самое выгодное вложение, самая выгодная инвестиция, учиться вкладывать в себя. В моей жизни это возврат инвестиций стократный, ну то есть вот я обучался, да, и я получал, ну на два порядка больше, а возврат, ну условно говоря, вложить в обучение свое 25 тысяч, я точно знаю, что как минимум 2,5 миллиона я от этой компетенции вернул. То есть многократный возврат инвестиций, вкладывайтесь в обучение, это очень ценная история и это вас приводит, да, и там двигает к вашим целям. Вот, при этом при всем важна работоспособность, ваш жизненный тонус, поэтому не ешьте вредных продуктов, не ешьте на ночь, занимайтесь спортом, для того, чтобы чувствовать себя в боеспособной форме, да, и иметь физическую способность достигать цели, да, то есть не разваливаться на пути к своей цели, да, это тоже очень важная история, то есть держите, занимайтесь, занимайтесь физической гигиеной. Ну и, конечно, занимайтесь психогигиеной, да, то есть у нас это не очень, термин не очень принят, мне он очень нравится, это про то, что для того, чтобы все-таки реализовываться, для того, чтобы идти несмотря ни на что и преодолевать какие-то свои внутренние барьеры, часто нужны люди, которые могут помочь эти барьеры увидеть, убрать и облегчить это движение, этот путь, это вопрос какой-то качественной психологии, психотерапии. Крутые, крутые рекомендации, спасибо, спасибо. Саша, теперь давай перейдем с тобой ко второй части интерьера по поводу счастья. Ты уже с самого начала сказал несколько слов по поводу определения счастья, можешь сейчас что-нибудь добавить? Ну, мне кажется, что я вот не очень просто эти вещи разделяю, да, как успешность и счастье, вот результативность и счастье я разделяю, а успешность и счастье я разделяю не очень, потому что, ну, успешность, это все-таки, помимо, там, результативности, это еще и то, какими эмоциями ты проживаешь свою жизнь, да, в большей части. Потому что, ну, мы можем взять человека, ну, условно состоятельного, да, можем взять человека, ну, я не знаю, какой-нибудь негативный пример возьмем, да, чиновник Казнакрады, возьмем там какого-нибудь бандита, да. Он может быть богатым, условно, в глазах других людей он может быть состоятельным, но если он живет в состоянии страха, в состоянии агрессии, в состоянии постоянной тревоги, в состоянии того, что за мной сейчас придут, там, или еще что-то, Но можно ли здесь говорить о счастье? Я думаю, что нет. Потому что все-таки счастье – это тот эмоциональный фон, с которым ты живешь. Насколько счастливым ты себя считаешь? Ну, я умею быть счастливым. То есть, ну, так сказать, что я вообще прям счастливый-счастливый, наверное, нет, да, потому что все-таки что такое постоянное счастье? Это какой-то эмоциональный фон, и это какая-то дофаминная история, да, или эндорфинная история, какой-то внутренний, там, гормональный компот, да, и когда тебе постоянно хорошо, но это тоже определенное отклонение, да, то есть быть вот наркоманом, там, то, что мне просто должно быть постоянно хорошо, наверное, это неправильно, потому что это очень сильно останавливает. У человека есть вот это переменное состояние, да, внутреннее ощущение самоудовлетворенности, удовлетворенности каких-то своих потребностей, амбиций и так далее. Если у нас не будет ощущения неудовлетворенности, ну, тогда мы перестанем двигаться. Если ты сидишь в зене счастлив, ну, значит, ты сидишь в зене. Ну, а в этот момент планеты крутятся. А какие качества, какие навыки, какие привычки помогают людям становиться счастливыми или быть счастливыми? Качество, привычки и навыки. Качество, давай так, я сейчас, может быть, не отвечу очень структурированно на этот вопрос. Я искренне считаю, что раз уж мы говорим про счастье, это вопрос связан с эмоцией, да, потому что это просто счастье, это состояние, это эмоциональное состояние, это состояние удовлетворенности, да, то есть, ну, опять же, что есть удовлетворенность? То есть, это эмоциональное состояние, мне хорошо, и себе в этот момент говорю, что мне хорошо. Неважно, там, что-то я делаю, достигаю и прочее, но это вот состояние эмоциональное, это имеет отношение к эмоциям. Если ты хочешь разобраться со всей этой историей связанной с счастьем, значит, нужно уметь с этими эмоциями работать. К сожалению, в России тема эмоций, она на ментальном уровне, на культуральном уровне, она достаточно табуирована. У нас вообще проявлять эмоции, это, в общем-то, ну, не особо принято. Чем севернее люди, севернее и западнее, да, тем сложнее им проявлять эмоции. Хотя сейчас и американская западная культура, они в этом смысле даже, они менее табуированы, чем наша. Суть в том, что мальчик маленький плачет, ему, там, папа, что говорит, там, что ты ревешь, ты что, баба, что ли, да, ну, так, как-то, как-то, так, или, там, девочка маленькая лопаткой в песочнице там стучит, мальчика по голове мамы, что говорит, ты что, как мальчишка, дерешься там, как там еще что-то, да. То есть у нас проявлять эмоции, это такое легкое табу, у нас это не принято. Но это не означает, что эмоции куда-то уходят, это не означает, что напряженность куда-то уходит, это не означает, что раздраженность куда-то уходит, но проявлять ее корректно мы не очень умеем. И здесь возникает эффект скороварки, когда мы внутренне свои негативные эмоции закладываем, закладываем, копим, 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 потом она взрывается. Почему эффект скороварки? В моем детстве, в моей жизни был такой эпизод, когда забился стравливатель, крутится такой стравливатель пара, и скороварка у нас на кухне взорвалась. И я помню, эти щи, которые по стене, по потолку и так далее, везде были, да, и хорошо, что никого не было. Но вот мы, люди, которые со своими эмоциями не умеют работать, они взрываются вот так же. И эти взрывы, они разрушают их судьбы, жизнь и отношения и так далее. Поэтому, наверное, для того, чтобы уметь быть счастливым, нужно научиться с эмоциями работать. В этом смысле самая благотворная история – это найти своего психолога, который научит эти эмоции раскрывать, который научит быть счастливым, потому что все-таки счастье – это твои эмоции. Там есть самоудовлетворение, там самореализация, реализация своих потребностей, все, это все, это все важно. И тем не менее, тем не менее, все-таки счастье – это эмоциональное состояние. Давайте учиться работать с эмоциями. Кстати, и в тренинге, и в мастере, и в матерном переговорщике мы эту составляющую очень сильно затрагиваем. В целом модуль есть про то, как со своими эмоциями работать. Потому что победить кого-то, не победив себя, не победив своих эмоций внутри, не выиграв у своих витринных мельниц, когда мы сражаемся с ними, с этими монстрами внутри. Не победив себя, выиграть кого-то очень-очень сложно. Поэтому это, кстати, один из этапов становления того же самого матерого переговорщика – научиться прежде всего договариваться с собой, прежде всего победить своих негативных монстров, справиться со своим эмоциональным контуром, научиться с ним хотя бы как-то взаимодействовать, работать, и получить от него инструменты, самые главные ключики, да, с помощью которых можно с этим работать. Да, я помню, когда в прошлом году я у тебя училась на одном марафоне, ты давал нам технику заезженной пластинки, и мне ужасно не хотелось ее отрабатывать, но потом я сказала себе, иду в магазин, и благодаря этой технике получила огромную скидку на одежду. Так что помню, что она поделилась, очень горда была собой, у меня это получилось легко. Ну, эти вещи действительно в жизни, они очень-очень быстро и легко обналичиваются. Ну, как я говорю, во-первых, знания и умения обналичиваются, а уж переговорные техники обналичиваются, ну, вообще повсеместно, да, начиная от покупок, заканчивая продажами, а внутри них конфликтные ситуации, разрешение ситуации, кто кому чего должен, да, как мы говорили, почему получилось вот так, и умение и отношения сохранить, и результат получить, и выйти в нормальном эмоциональном тонусе в каком-то, да, это вот способность, да, поэтому, да, это, конечно, это все обналичивается очень быстро. Саша, а есть у тебя какая-нибудь такая хорошая формула счастья, или можешь обозначить какие-нибудь законы счастливой жизни? Ну, вот прям формулы-формулы, наверное, нет, я могу дать несколько упражнений, да, таких вот очень простых и небольших, которые могут повышать уровень счастья. Ну, во-первых, например, в семейных отношениях это способность видеть хорошее, потому что через какое-то время, особенно если мы не умеем работать с эмоциями, что происходит? Это количество негатива у нас, ну, становится зашкаливающим, и наш фокус, он начинает реагировать только на негатив, то есть негатив резонирует с негативом, да, то есть как только мы видим хоть маленькую какую-то ситуацию, у нас внутри начинает колотить и так далее, и мы уже, и мы теряем способность видеть хорошее, мы начинаем видеть только плохое. Поэтому первое упражнение даже там в семейной жизни, в своем партнере научиться видеть хорошее, и прям это буквально каждый день записывать, поставить себе задачу записать 5-7 вещей хороших, которые сделал там твой муж или жена, в зависимости от того, и уметь смещать фокус внимания на хорошее. Второй момент для того, чтобы научиться быть счастливым, нужно научиться проговаривать негативные эмоции корректно, что тебе не нравится, что тебя беспокоит, что тебя смущает, это второй момент. Третий момент, нужно, ну, опять же, вот почему я говорю, здесь нет единой формулы для всех, потому что понимание несчастья или причинность несчастья у всех, она разная. У кого-то она в том, что я во всех вижу врагов, и мой способ общения это все время война и схватка, и как что ни, по-моему, я начинаю сразу переходить на личности. А у кого-то проблема с тем, что я наоборот не могу, у меня табу на проговаривание негативных чувств, я не знаю, как отстаивать свои границы, и человек, у которого нет границ, он все время перегруженный, потому что люди постоянно заезжают на его территорию, постоянно его нагружают какими-то своими интересами. Если у тебя нет своих интересов, ты будешь выполнять интересы других людей, да, это про человека, у которого нет границ. И тогда он несчастлив, но он несчастлив не менее сильно, но он абсолютно не так, как несчастлив агрессор. То есть это причинность несчастья, она будет разной, поэтому здесь универсального совета нет. Но вот уметь видеть хорошее, заставлять себя на этом фокусироваться, уметь проговаривать свои негативные эмоции корректно, это очень важная история, уметь отстаивать свои границы, да, то есть четко уметь информировать людей, а что такое граница. Это то, я точно знаю, ну, чего я хочу, и то, чего я не хочу, и я могу проинформировать об этом других людей. Или как со мной можно, как со мной нельзя, я могу проинформировать об этом других людей. То есть умение отстаивать свои границы, это тоже элемент, который повышает общий уровень счастья. Дальше, уметь, ну, опять же, это про фокус, да, там, уметь в жизни видеть просто хорошее. Уметь подчеркивать то, что у тебя получается, это вопрос самооценки, да, потому что, опять же, наверное, ну, мы сейчас говорим о счастье, но мы очень так как-то, мы не затронули вопрос самооценки, а самооценка это вещь, которая напрямую с счастьем, ну, коррелирует, да, то есть самооценка может быть, там нет такого, что она завышенная и заниженная, наверное, неправильная категория, самооценка может быть устойчивая, может быть неустойчивая. Вот. И если она устойчивая или устойчиво высокая, тогда человек в целом более счастливый. А что такое самооценка? Это то, как я оцениваю себя и свою жизнь. Если я в целом оцениваю себя и свою жизнь достойно, позитивно или еще как-то, я более счастливый человек. Вот. Кто в этом смысле менее счастлив? Те, у кого самооценка неустойчивая. Что такое неустойчивая самооценка? Она может быть и завышенная, и заниженная. Это как маятник. Она то туда, то сюда качается. Может быть, преимущественное состояние, человек с низкой самооценкой менее счастливый. А человек с завышенной самооценкой, он... Ведь что такое завышенная самооценка? Это тоже элемент неадекватности. Я себя оцениваю выше, чем я есть на самом деле, но поскольку я не могу сам себе доказать свою ценность, я это делаю за счет других людей. То есть я самоутверждаю за счет других людей. И в этом случае, конечно, такому человеку строить отношения с другими намного сложнее. И он в этих отношениях менее счастлив. У него есть потребность постоянно себе доказывать, что я тоже ничего, что я тоже хороший, или что я классный, и делает он это за счет других. Почему так происходит? Потому что у многих людей такая вещь, как самооценка, она вообще не вызревает. Мы сейчас не будем пускаться в психологию, там проблемы сепарации с родителями, но есть такая история, как самооценка, есть такая история, как чужая оценка. Вот ребенок, у него нет самооценки, он не может адекватно оценить, что он делает, как он делает, что нужно делать, чтобы достичь результата. За него это решают родители, это нормально. И у него есть эта чужая оценка, он ориентируется на родителей, что они скажут, как они на это посмотрят и так далее. Большое количество людей по инерции в своей жизни, они продолжают ориентироваться на оценку других людей. И у них в процессе взаимоотношений с родителями и так далее самооценка не вызревает. И поэтому как раз мы и говорим о неустойчивой самооценке, когда человек начинает, у него то завышенная, то заниженная самооценка и так далее. Вот это вот тоже причина внутреннего несчастья. И ну там как с этим работать, ну опять же это работать с психологом, но и работа с внешней проявленностью. Ты в этой жизни что-то делаешь, тебе есть за что себя оценить. Опять же это про достижения внешние и внутренние какие-то свои. Но не обязательно зарабатывать миллионы, просто внутренне понимать, что ты себя ценишь за какие-то вещи. У тебя это есть, и ты этим можешь гордиться. Это часть тебя, это часть тебя, которая тебя определяет. И ты это очень здорово ощущаешь, и в тебе это есть. Поэтому самооценка и счастье это тоже очень близкие категории. Если говорить про рекомендацию, то есть моменты работы с самооценкой. Ну и кстати, опять же там в рамках моего курса, да, вот матерый переговорщик, там элементы работы с самооценкой не есть. Но если говорить вот так по-хорошему, то вопрос самооценки это работа с психологом. Если у меня самооценка неустойчивая, то тогда нужно работать с психологом. А есть еще другая категория по поводу самооценки. Есть категория смятая самооценка, ну то есть раздавленная самооценка. Это когда у человека в определении, там, я окей, мир окей, да, у него наоборот. Вот, я не окей, мир это помойка, солнце гребаный фонарь, а все люди уроды. Ну то есть когда у него, ну вот по Эрику Бернсу, да, я окей, мир окей, не окей. У него регулярно негативная оценка всего. Это такое горло в жизни, да, то есть как в «Властелень колец» там вот был этот фрик, да, этот хоббит, душу которого сожрало кольцо всевласти, да, есть люди настолько травмированные, у которых смятая самооценка, и у них есть только одно лекарство для того, чтобы быть счастливым. Им всю жизнь придется заниматься психотерапией. И себя поддерживать на каком-то уровне условной стабильности, это возможно. И ловить проблески счастья, это возможно. Ловить проблески любви к себе, это возможно для них. Но это дистанция на длину его всю жизнь. К сожалению, такой тоже есть в нашей жизни. Саша, а если ты встречаешь какого-то человека, ну, например, первый раз, если кто-то к тебе приходит на тренинг, в какую-то программу, ты можешь определить, что кто-то счастливый или нет? Это очень быстро видно. А каким признаком ты видишь? Это видно очень быстро. Ну, там много маркеров. Во-первых, я вижу, этот человек нацелен на работу или на борьбу. То есть это одна история. Например, я вижу, он заводится, то есть у него эмоциональный контруустойчивый, неустойчивый, он очень легко размыкается, там, любой провокации какой-то. Я вижу, я вижу, есть ли у него задача самоутверждаться за счет других. Я вижу, ну, по его разговорам, да, и по его вопросам, насколько он там реализован, не реализован, насколько он себя устойчиво чувствует в материальном, внешнем мире, да, в социуме. Насколько у него, там, какие отношения с семьей. Дальше, там, реактивен он или проактивен, да, то есть он все-таки ищет решение вопроса, вот это все его принцип, да, или он объясняет, почему он там неудачник, условно говоря, да, он, что у него там с дисциплиной, что у него там с эмоциональной регулировкой, сдержанностью, да, управлением эмоциональным контуром, какой у него психотип, потому что все-таки, ну, чего греха таить, да, есть психотипы людей, ну, чуточку не счастливые, есть психотипы людей менее счастливые, это тоже обусловлено, ну, то есть эта обусловленность есть. Но помимо этого не нужно забывать, что ведь все лежит не только в плоскости, там, психологии, каких-то своих представлений о себе, самооценках и так далее. У человека может быть депрессивный гормональный фон, и, ну, и это может быть медицинская история, и об этом тоже не нужно забывать, да, то есть это клиническая история, там, и здесь работа, там, с психотерапевтом клиническим, там, прочее, и он может быть несчастливым, потому что, не знаю, какой-нибудь уровень, там, кортизола или серотонина каком-нибудь, не знаю, не в норме, да, и он, и это гормональная история. И я с таким случаем тоже сталкиваюсь, хотя, там, я не клинический психолог, но я это тоже иногда наблюдаю. А внешнему виду ты можешь определить, например, по лицу человека, счастлив он или нет? Можно сделать, можно сделать гипотетические предположения по его мимическим морщинам, да? Вот здесь у него морщинки, да? Если у него здесь много морщин, то он часто улыбается, да, или смеется, если у него здесь много морщин, то он часто хмурится, да, если у него носогубные, то он, если у него на лбу, то он часто удивляется, да? Но это все-таки из разряда такого чуть-чуть шаманства, хотя, конечно же, на основании, там, мимических морщин даже можно что-то строить. Вот. Если у человека морщин очень много, это говорит о том, что у него сухая кожа, да? Ну, или другой вариант, если у него есть много морщин, там, при нормальных кондициях кожи, это говорит о том, что у него, например, подвижный эмоциональный контур, с одной стороны, он в какой-то мере, там, может быть, экстравертным, он проявляет эти эмоции, он информирует об этих эмоциях, вот. И, ну, вот, количество морщин, парадокс, но это тоже элемент, то есть в молодом возрасте, да? Это все-таки элемент, информирующий, наверное, в том числе о личности, да, и об элементе эмоционального интеллекта. Парадокс, большое количество морщин, про то, что эмоциональный интеллект хороший, человек умеет свои эмоции проявлять, и он это делает там регулярно, часто, и в этом месте у него все хорошо. Есть маркеры, по которым можно снимать картинку. Ты рассказывал по поводу таких неудачных своих моментов, по поводу, так сказать, неуспехов, а какие у тебя были моменты, которые были очень несчастливы? Очень несчастливы? Вот, ну, наверное, наверное, очень несчастливыми моментами в моей жизни являются, наверное, смертью моего отца, ну, как горе, да, которое там ты проживаешь, вот, но это какая-то история такая, ну, понятная, ну, наверное, всем, да? В той или иной мере, да, когда умирает близкий человек. Несчастливые истории, истории, ну, в молодости, когда ты очень эмоционален, да, и очень несбалансирован, то несчастливыми моментами, я помню, были моменты расставания, да, с любимым человеком, да, или момент непризнанности какой-то, да, вот, то есть, ну, такие несчастливые моменты. Внутри бизнеса у меня были несчастливые моменты, когда я сталкивался с потребительским экстремизмом, то есть, когда мы, например, делали объект, и этот объект очень дорогой, и он требовал там большого количества денег, усилий, и когда тебя пытаются кинуть на деньги или еще что-то, несчастливый момент, да, то есть, ты начинаешь проживать гамма-эмоции, начиная от возмущения, гнева, несправедливости, желанием какой-то мести и заканчивая чувством страха, преследования, ну, там, чего угодно, да, то есть, вот такая вот история связана с несчастливыми моментами. Но здесь нужно, то есть, они были, я не скажу, что это просто частая какая-то история, да, вот, были несчастливые моменты, когда, там, ну, там, рассказывая о тех же штатах, да, я говорил о том, что это воспринимается, в общем, как очень счастливое время, тем не менее, ну, были моменты, когда мне казалось, что я не выдержу, не справлюсь с этой историей, да, и я просто не знал, что делать, и ком подходил к горлу, и я жил в этом состоянии, да, и для меня это был несчастливый момент. Вот, но, если говорить, ну, это какой-то перебор эпизодов воспоминаний в жизни, но я искренне считаю, что несчастливые моменты чаще спровоцированы другими вещами. У нас есть внутренние сценарии нересурсные, которыми мы живем. То есть, например, если я не умею договариваться, ну, там, не знаю, я не видел, к примеру, я не видел этого никогда в семье, да, я видел, что родители начинают о чем-то говорить, дальше я видел момент ссоры, конфликты, дальше я видел момент хлопания дверями, да, и все. И у меня нет сценария того, что можно договариваться даже, когда мы с тобой не согласны друг с другом, когда у нас разные цели, разные ценности и прочее, да, и я, например, я не видел этого процесса. Как я себя буду вести в жизни? Если кто-то со мной не согласен, я буду с ним бороться. Если жена со мной не согласна, я буду с ней воевать, и у нас будет то же самое хлопание дверями и прочее, ну, потому что я другого не видел, к примеру, да. И это эпизод несчастья. Почему эпизод несчастья? Ну, ты проживаешь жутко негативные эмоции в это время, но ты не умеешь по-другому. И твой сценарий жизненный, да, твоя колея, которой ты ездишь, она тебя свозит постоянно, и ты ездишь одними и теми же кругами, да, вот эта регулярно повторяющаяся нересурсная модель поведения, которая приводит к негативным эмоциям, да, регулярно повторяемая нами. Вот это вот есть сценарий, в котором мы часто, многие люди всю жизнь им бегают. И они не могут быть счастливыми не потому, что они чего-то не делают, не потому, что они не встречают нужных людей, не потому, что они там реализованы, нереализованы, а потому, что у них есть это внутреннее колея, и они даже этого не осознают. То есть они живут как будто бы в ментальной тюрьме, они реальности не видят, они видят свою реальность, которая обусловлена детством, привычками, ленью менять что-то, да, им легче обесценить, сказать, да, все это ерунда, ваша психология там, или еще что-то, и не идти в эту работу, не менять себя, потому что, например, консервативность, страх перед изменениями, лень, это тоже может быть часть сценария. Так было принято. Это некая норма, норма той системы, в которой я формировался. И если я не готов пересматривать нормы, если я не готов пересматривать какие-то модели поведения, то, конечно же, ну тогда я являюсь негибким, и тогда я буду несчастлив, потому что все-таки счастье, оно еще ведь и в адаптивности, правда? Для того, чтобы быть счастливым, нужно быть все-таки адаптивным, да, нужно уметь меняться. Это, кстати, одна из категорий, о которой мы, ну, наверное, не говорили, да, то есть это не было отдельным пунктом, да, хотя я говорил, что нужно учиться, там еще что-то, но это было больше про успех. Но вот если мы говорим про счастье и способность достигать счастья, то это в том числе умение меняться. Я думаю, что сейчас это очень важно в связи с ситуацией в мире, в связи с самоизоляцией. И я хочу у тебя спросить, например, ощущаешь ли ты вот в эти недели самоизоляции, карантина, когда у тебя отменились какие-то тренинги, когда ты выходишь в режим онлайн? Я ощущаю меньше полноту жизни. Меньше полноту. И, конечно, я скучаю, тоскую там по тому, что было раньше, и по тому, чего сейчас нет. Но если мы говорим о том, что, ну, жизнь вот такая, да, и вот сейчас это так, и в моем случае это так, то я смогу научиться быть счастливым и в этой ситуации в том числе. Да, конечно, мы качество жизни, ну, то есть качество жизни мы обрезали. Внешние обстоятельства, они изменили качество жизни. Ну, условно говоря, если сейчас народ, ну, то есть, если в принципе запрещено проводить там какой-то тренинг, да, собирать группу, соответственно, я не могу проявить часть себя какую-то, да, подарить людям часть себя, принести какую-то ценность. Снижает это качество моей жизни, да, конечно. Если я не могу заработать, например, на этом, снижает это качество моей жизни, да, конечно. Если я не могу поехать с семьей, там, куда-то отдохнуть, в море покупаться, снижает это качество моей жизни? Ну, да, конечно, снижает, потому что здесь холодно, да, хочется косточку погреться. Да, в Кагапури или в Таиланде лучше, да. Вот, да, и хочется... И ты не можешь удовлетворить эти потребности, снижает это качество твоей жизни, да, снижает. Но это не катастрофа, но жизнь просто поменялась, ее можно на данный момент принять такую и делать то, что от тебя зависит в этой ситуации. Делай, что должен и будь, что будет. То есть тогда качество гибкости в тебе хорошо развито? А, гибкости? Мне бы хотелось в это верить. Подожди, я не расслышала, давай еще раз один вопрос. Мне бы хотелось в это верить. А, хотелось в это верить. Спасибо. Но я не считаю себя каким-то супер-флексибл, супер-гибким во всех отношениях. То есть во мне какой-то есть стержень. И здесь, наверное, все-таки баланс между гибкостью и твердостью, и целеустремленностью. Это вот как про клинок. Он должен быть гибким достаточно, чтобы держать какую-то нагрузку, и при этом должен быть достаточно твердым, чтобы не разрушаться от удара, ну и так далее. Вот. Или там не быть хрупким и прочим. Поэтому здесь какой-то баланс. Я думаю, что в разные периоды жизни этот баланс, он тоже плавает. И это тоже вопрос адаптивности твоей. То есть ты можешь быть в каких-то эпизодах более гибким, более жестким, на разных дистанциях в разные периоды своей жизни. Сейчас получается вопрос, разговор как-то в моем исполнении разговор ни о чем. Может, всякое все зависит от ситуации. Сложно говорить более абстрактно, чем это сделал я сейчас. Саша, а если бы ты выловил золотую рыбку, или если бы встретился с джинном, с волшебником, или если бы ты мог попросить у Бога чего-то, то что бы было бы то, что ты бы попросил? Разрешаю много просить. Ты знаешь, наверное, ума, интуиция и здоровье. Со всем остальным я умею как-то справляться. Потому что ум — это способность что-то делать более короткими путями, способность быстрее достигать чего-то, способность быстрее ориентироваться и так далее. Интуиция — это способность... Но категория интуиции очень спорная, но я просто поясню, что я туда вкладываю. Это способность предвосхищать и предчувствовать правильные направления деятельности. То есть такое чувство мудрости, мудрое ощущение какое-то. То есть когда ты чувствуешь, что вот так правильно, ты идешь и оказывается, что ты предвидел, а другие не предвидели. Ты создал это новое будущее, и оно оказалось интереснее, чем то будущее, которое создали другие. Потому что предвидеть будущее сложно, и его можно создавать все-таки. Чтобы его создавать, нужно обладать каким-то феноменальным видением. И это видение должно привлекать других, и люди должны хотеть идти в твое будущее. Это принцип лидерства какой-то. Ну а здоровье — это возможность как бы нести ценность чуть дольше. Хочется подольше быть ценным и полезным. Для меня это важная история. Спасибо. Наверное, вот так. Может быть, чуть-чуть более удачливым, и, наверное, еще... Я не очень много. И чуть-чуть менее реактивным, а более смелым, что ли. Потому что иногда ты хочешь что-то делать, но у тебя много внутренних противоречий, какого-то невротизма, да, что тебе не дает быть успешным. Это, кстати, одна из историй, мы о ней тоже не говорили в нашей беседе, но вот внутренний тормоз, да, который в тебе есть, внутренний барьер, который в тебе есть, тот невротизм, который тебя останавливает от совершения поступков. То есть хотелось бы научиться делать намного больше и легко. Это тоже очень важная категория успешности. Кстати, да, я о ней не сказал. Много и легко делать. Потому что нельзя сразу выбрать и сделать что-то правильно. Ты должен накопить какой-то опыт. А опыт — это сумма ошибок. Но одни люди ошибки совершают легко и не парятся на этот счет, а другие, совершив одно-две ошибки, парятся и останавливаются, и прекращают свой путь. То есть вот эта способность делать легко, делать на кураже, и при этом не парятся о каких-то там ошибках, да, ну, если они не несут существенного вреда, не драматизировать эти ошибки. Вот это вот качество, наверное, которое я хотел бы попросить. Может быть, оно даже важнее, чем ум, потому что для того, чтобы быть успешным, моего ума вполне хватает. Вот я тоже как раз удивилась, что ты искал праву. Да, ну вот именно, знаешь, когда же действительно, может быть, не ум и даже, может быть, не столько интуицию, сколько способность и умение жить легко, радоваться и позволять себе совершать ошибки, может быть, это тот путь, который я не успел пройти в том возрасте, в котором нужно пройти, да, недаром основатель сайта Алибаба, там, один из богатейших людей планеты, по-моему, самый богатый человек Китая, он говорил о том, что задача людей в возрасте от 20 до 30 лет делать как можно больше ошибок и позволять себе делать как можно больше ошибок, потому что плод, это уже другой человек сказал, Пушкин сказал, по-моему, плод, прошу прощения, опыт это плод ошибок трудных, да, или что-то такое. И для того, чтобы быть успешным, нужно уметь позволять себе делать ошибки, делать это легко и не париться на эту тему, чрезмерно не драматизировать, не создавать этих демонов в душе, не бороться с этими петряными мельницами и просто не пугаться, потому что, конечно, от успеха нас останавливает страх, и здесь можно очень много говорить про детские и детско-родительские внушения, которые делались, да, если ребенку постоянно запрещали, что туда не иди, это не делай и так далее, то есть родители создавали ментальные барьеры, то ребенку в этой жизни будет быть очень сложно, успешно. Александр, и вот сейчас завершение интервью, о чем бы еще ты хотел бы, может быть, сказать, и что бы ты хотел бы пожелать нашим слушателям, нашим зрителям в контексте счастья и успеха? Ну, как будто бы я уже говорил, да, но хорошо, я, может быть, сейчас где-то повторюсь, да, что-то резюмирую, что мне кажется с точки зрения счастья и успеха важным, это уметь ставить цели, зажигаться этими целями, уметь не бояться ошибок, и здесь, конечно, очень много про то, что есть человек, который может помогать не бояться ошибок, да, то есть тот, кто тебя ведет, или психолог, который тебе помогает и так далее, и это очень сильно про успех. Уметь, уметь или разобраться со своими чувствами и эмоциями, уметь их проговаривать, это вот то, что касается счастья, вот. Ну, и быть работоспособным, не откладывать жизнь назад, как говорится, не откладывать дела на завтра, жизнь на старость, жить уже сейчас, пользоваться принципом инвестора, а не принципом спекулянта. Вот, наверное, вот такие вот вещи. Ну, и искать, если мы говорим про успешность, искать дело своей жизни, но, тем не менее, не превращать свою жизнь в постоянный поиск, да, потому что на каком-то этапе нужно остановиться и просто начать делать, потому что наша психика иногда нас обманывает, мы подменяем как бы настоящую деятельность, да, постоянным процессом поиска. Ну, и, конечно же, учиться, учиться и не останавливаться, не останавливаться в этом процессе, как завещал Юрий Келенин, учиться, учиться, учиться. Вот, это тоже залог успеха и залог счастья. Такие советы. Таша, огромное тебе спасибо за этот чудесный период. Огромное спасибо. Окей, хорошо, пожалуйста. субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...